Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сейчас будет онлайн-расклад. И тема будет такая. Что он хочет от меня? Я буду выкладывать сейчас 6 карт. Вам нужно будет чисто интуитивно загадать одну карту. И мы посмотрим, что от вас хочет мужчина. Итак, начинаем. Первая карта. Что она от вас хочет? Вторая карта. Что она от вас хочет? Третья карта. Что она от вас хочет? Четвертая карта. Что она от вас хочет? Пятая карта. Что она от вас хочет? И шестая карта. Итак, почувствуйте. слушайте себя сейчас свою интуицию свое сердце представьте мужчину приложите его образ к одной из этих карт вот какая откликается такую выбираете потому что то что вы сейчас выберете я буду всего лишь читать загадали итак смотрим кто загадал первую карту и так что он от вас хочет король монет мужчина хочет денег он хочет стабильности он хочет постоянству хочет заработка он хочет вкусно комфортно жить он хочет быть хозяином хозяином положение хозяином дома хозяином бизнеса он хочет все держать в руках все материальное дом квартира деньги бизнес да что он от вас хочет может быть чтобы вы ему помогли в этом может быть чтобы вы его впустили в дом к себе как хозяина понимаете вы думаете таких мужчин мало я людей он читаю каждый день ко мне обращаются на личные просмотры я всех вот кого я смотрю да но вот половина из них мужчины которые хотят стать хозяином но они на своей территории на территории этой женщины понимаете это просто ужас какой раньше такого редко было сейчас каждым разом все больше и давайте еще посмотрим потому что материальная сфера у него на первом месте и он хочет от вас этого чтобы может быть за ним смотрели чтобы может быть ему дарили подарки может быть я не знаю давали деньги да чтобы ему ему что было все хорошо что он еще хочет от вас да он хочет вот то что я и говорю что вы его любили чтобы его обожали чтобы у него было все чтобы он самый был у вас прям вот единственный мужчина да на все во имена чтобы вы в нем просто души не чаяли нежности хочет ласки заботы вот вот большая детина вот тут понимаете вот качаете меня качаете на ручках кормите меня да вот это мне хочется здесь прям сказать уже что он еще хочет от вас вот мне интересно уже эта тема вот здесь именно что он еще хочет от вас так карта отшельника одиночества отшельнический образ жизни 11 я не знаю может быть он хочет чтобы он у вас был один может быть он хочет чтобы свободы он свободы хочет приду и уйду ну вот полнейший эгоист вот тут понимаете полнейший эгоист вот если я вижу такую картину здесь что мужчина хочет чтобы для него все сделали но при этом он хочет иметь свободы это же кошмар правда это же кошмар это такое свободное хождение да захотел пришел захотел ушел чтобы ты его ничем не держала вот когда он позвонит стук там в дверь или звонок в дверь чтобы ему дверь открывал и говорил да дорогой я тебя ждала с утра вот я тебе здесь и борща наготовила и котлеты блинчиков солнышко мое что ты хочешь я хочешь я еще просто станцию для тебя искупаю еще и спать тебя уложу ну что ты хочешь ягодка а утром я тебя провожу опять и вот когда ты потом опять захочешь тогда придешь что этот мужчина хочет еще от вас да вот хитрость обман и манипуляции интриги измены коварство воровство вот он хочет видели да вот так вот вот чем хочет чтобы его в доме у себя оставляли так включите подали ну а я пошла кошмар будьте аккуратнее женщины вот эти мужчины будьте аккуратнее я не знаю кого там загадали эти мужчины будьте аккуратнее дальше кто загадал цифру номер два что он хочет от вас биться он хочет биться понимаете в любви как на войне все средства хороши он хочет вам доказать он хочет вам отомстить он хочет я не знаю на колени вас поставить и чтобы вы ему сказали да да только ты ты самый лучший самый сильный то есть это такой да от него что угодно можно ожидать он готов пойти на все ради того чтобы своего добиться да это но это объявление войны называется да по пятерки мечей у нас вот что он хочет отомстить наверно вам хоть чтобы его бросили что он еще хочет от вас так старший аркан маг кстати может быть он вас через магию хочет наказать будьте аккуратнее также здесь все проявление мощи силы я хочу я могу и как я сказал так и будет вот здесь и мужчина очень решительные которые свое знаете вот свое ставит первое слово на первое место от меня все зависит как я сказал так и должно быть он готов применять тоже магию против вас что он еще хочет что он еще хочет от вас да здесь решительность трус мечей или знаете мне прям так я хотела сказать убить но не думаю что убить наверно больше просто наказать наказать через суды милицию полицию правоохранительные органы да вот как можно наказать я не знаю по заднице надавать да но вот он готов здесь просто он готов с вами я не знаю разговаривать жестко холодно через мат через какие через какую-то ругань через какую-то брань вот что он хочет потому что еще знаете здесь вопрос идет я хочу разрулить разрешить вопрос потому что мне это все надоело я хочу поговорить есть надо будет применять силу я готов если нужно будет через правоохранительные органы да это все делать я тоже готов он готов на все он готов на все ради того чтобы с вами разобраться четко и конкретно уже все еще будьте аккуратнее потому что у меня часто туз мечей показывает на зимний период зимний период это у нас декабрь январь февраль ну можно взять еще и ноябрь потому что у нас там иногда у некоторых да уже снег падает и еще можно взять и март потому что там также снег падает имейте ввиду это холодное время года то есть чтобы вы имели ввиду то есть в это время он готов к решительным таки может быть он и сейчас готов но к зиме это уже больше знаете как ком уже придет такой неки до большой ком снежный к вам с его стороны дальше так что у нас третий хочет до 3 мужчина что у нас хочет что он хочет от вас так он хочет быть главным он хочет чтобы вы выбрали его не кого-то там а именно его он хочет быть избранным да он хочет чтобы вы сдались а ему что вы покорились ему что вы сказали да ты мой бог и царь все а вот так вот что он еще хочет от вас разрушение башни нормально вообще может быть он хочет с вами расстаться полностью ну поставить точку в отношениях я не знаю разрушить отношения с вами там до на развод пойти например если в официальном браке да также возможно он хочет разрушить старые стереотипы может быть он разрушить хочет ваши отношения в котором вы уже были с ним ему это не нравится он хочет по-новому я всегда говорю когда башня рушится ты можешь заново построить эту башню да она будет другого размера из другого материала но ты ее можешь заново построить может быть также и он хочет построить построить заново отношения это общий расклад я делаю несколько вариантов но чтобы вы для себя понимали какой вариант соответствует вашей ситуации понимаете поэтому здесь и четко до разрушение но башни что вы хотите башни еще давайте посмотрим что он еще хочет от вас до пятерка копов чтобы его так вот страдали под нему чтобы я не знаю может быть чтобы вы спились а там ада просто чтобы вы учили не на себе волосы рвали да вот от того что его нету нет вот он такой раз прекрасно его вот нету с вами вот он хочет чтобы вы страдали чтобы вы наплакались намучились а чтобы уже вся и страдались и вы уже понимаете по нему чтобы осознали как вы могли такого такого короля до выбросить бросить и выгнать понимаете вот чем хочет вообще мужчины просто зашибись хорошо идем дальше кто загадал цифру номер четыре что этот мужчина хочет у слава богу хоть один адекватный мужчина появился двойка кубков любви он хочет любви от вас любви хочет чтобы его любили ценили понимаете взаимности хочет чтобы для него раскрылись а как он перед вами раскрывается он взаимности хочет он хочет чтобы вы для него были и я не знаю там и любовницы и женой и спутницы и соратницы и там еще кем я не знаю и компаньоном чтобы вы ему отдавались а полностью как он вам отдается понимаете вот чтобы шли к нему на встречу чтобы не спиной к нему стояли не боком не задом а лицом к нему и говорили ему о чувствах, о своей любви. Вот что он хочет. Он любви от вас хочет, он добиться этого хочет. Дальше. Я не знаю, проявляет ли он к вам такую же любовь, но он от вас этого хочет. Вопрос как стоит? Что он от вас хочет? Любви от вас хочет. Дальше. Что он еще от вас хочет? Да, да, колесо фортуны. Он хочет, чтобы уже произошли изменения. Чтобы вы, например, с ним уже, знаете, помирились наконец. Потому что, я так полагаю, да, было плохо. Потому что колесо фортуны скрутится. То хорошо, то плохо, да. Вот так вот. Сезонными, да, сезонными. И здесь то же самое. Чтобы уже как-то уже раскрутилась она в лучшую сторону. И он хочет, чтобы и деньги, почему-то здесь деньги идут, я не знаю. Может быть, чтобы вы ему уже начали опять деньги давать. Или на работу к себе его взяли. Здесь опять материальная сфера. Понимаете, я так смотрю, мужики у нас меркантильные здесь, и поэтому. И здесь у нас денежная карта. Да, колесо фортуны. Это у меня часто и про деньги просто. Тема об этом. Может быть, он так же хочет, чтобы вы его опять как-то позвали к себе домой. Я не знаю, опять начали ему там за ним ухаживать, греть, обогревать его. Помогать ему. Дальше. Че он еще хочет от вас? Да, брака хочет, отношений серьезных хочет, любви хочет. Слушайте, этот мужчина серьезный. Обратите на него внимание. Он бедный бьется, наверное, вы его не слышите, не видите. Ну, карта Ярофата. Воссоединение, брака, серьезных отношений. Вот, че он хочет. Вместе жить он хочет. И, скорее всего, наверное, на вашей территории. Ну, давайте еще одну. Че он еще хочет? Мне вот просто интересно, что он еще хочет. Да, да. Он хочет, чтобы вы проявляли инициативу, чтобы вы были красивой, страстной, импульсивной, сексуальной, чтобы вы ему говорили «Все, ты мой мужчина». И ты только мой. Понимаете? Вот он хочет вашей реакции. Потому что я так полагаю, что вы никак себя не проявляете. А он хочет. Он хочет добиться от вас этого. Он хочет добиться от вас вот этой вот женщины. Да, женщина-огонь. Чтобы он, может быть, я не знаю, даже как-то гордился перед другими, что рядом с ним такая красивая женщина. Хорошо, дальше. А может быть, он кому-то нос хочет утереть какой-то другой женщины. Мама, сестра, бывшая жена, любовница. Может, он кому-то еще нос хочет утереть. Вот такой вот женщине хочет нос утереть, которую я сейчас прочитала. Может быть, она огненного знака, зодиак, овен, лев, стрелец, импульсивная, сексуальная, страстная. Вот он ей, может быть, тоже нос хочет утереть. Хорошо, дальше. Кто загадал цифру номер пять? Воссоединение он хочет. Он хочет с вами воссоединение. Вы сейчас в разлуке, вы не общаетесь, вы не видите, вы друг друга послали или вы его только послали. Он хочет с вами воссоединение. Что он еще хочет с вами? Да, он хочет, чтобы вы начали про него прогибаться, потому что он такой спорщик. Это человек, который любит спорить, любит, знаете, свое доказывать. Я круче, я такой, я такой, раз такой я. То есть, ну, вот так вот. Да, он хочет вернуться и дальше продолжать в том же духе, как он раньше вел себя. Точно так же он будет продолжать. Он, причем он не изменился так же. Что он еще хочет от вас? Да, он страсти огня хочет. Он вас постоянно, как будто, знаете, вызывает на некий бой такой непонятный. Но вы женщина, а он мужчина. Он что с вами борется-то, я не пойму. Вообще, что ли, неадекват он, я не пойму. Поставьте его на место, скажите, слушай, ты мужик, знай свое место. Ты должен адекватно себя вести по отношению к женщине. Научись сначала быть нормальным мужчиной. Тогда я буду для тебя нормальной женщиной. А здесь, знаете, провокации какие-то идут. Он специально вас провоцирует на действия какие-то или еще что-то, может быть, вам говорить, чтобы у вас вызвать вот этот вот активную, активную реакцию, активные действия в его сторону. Вот, что он хочет. Для чего он хочет воссоединиться? Вы, давайте, его послали, он опять хочет вернуться, чтобы продолжить. вот детский сад вот здесь, понимаете, не наигрался мальчик. Дальше, давайте еще посмотрим, что он еще хочет. Да, карта дьявола. Он хочет секса. Он хочет секса, он хочет зависимости, он хочет вас. Он не может вас бросить, потому что вот этот, это некая игра. Кстати, может быть, ваш мужчина скорпион, и он просто так вас оставлять не собирается. Он хочет вернуться, чтобы добить, как жертву, понимаете, добить своим, своим жалом, наверное, прокусить вас. Потому что он от вас отстать не может, и просто так отпускать не хочет. Ну, он же считается, считаю, проигравшим, да, таким, проигравшим. А здесь он, как это так? Я так не хочу. Нет, я должен вернуться. Сейчас я ей докажу, кто в доме хозяин. Да? Ну, вот, вот так вот. Кстати, может быть, между вами есть магия. Это тоже как вариант по дьяволу. Хорошо. Кто загадал шестую позицию? Что он хочет? Боже мой, ему би... Он уже сам не знает, что он хочет. По десятке жезлов он на себе уже... Он даже не тащит. Он уже ползет просто. Он на себя взвалил такую ношу. Смотрите, вот человек, который взвалил... Я не знаю, отсвечивает. Человек, который взвалил такую ношу на себе, и он уже не... Он не идет, он ползет просто. Он не знает уже, как дотащить эти отношения. Они уже непонятно, сколько у вас тянутся. И он уже их бросить не может. И дотащить бы как-нибудь уже надо, понимаете? Вот он бедно и мучается уже. Что он хочет от вас? Да, разобраться хочет. По рыцарю мечей он разобраться хочет с вами. Поругаться, подраться, я не знаю, покусаться. Но он хочет с вами разобраться, потому что он устал. Он устал, что это какие-то непонятные у вас отношения, абсолютно непонятные. Каша целая, там большая каша у вас. И все это тянется, тянется уже, понимаете? И он уже сам бедный хочет во всем как-то, я не знаю. Что он еще хочет от вас? Да, карта умеренности. Карта умеренности. Чтобы вы были спокойны к нему, чтобы вы контролировали свои эмоции. Когда он вас будет выводить на них, на эти эмоции, через слова свои, через действия свои, когда он руку, например, на вас будет поднимать. Он хочет, чтобы вы молча так реагировали на это, знаете. Чтобы вы его из жизни не выкидывали. Все равно, в любом случае, вы его из жизни не выкидывали. Не выбрасывали, так скажешь, за борт. Чтобы вы терпели, включали голову, думали, вы же женщина должна быть разумной, умной. Бог терпел и нам велел. Вот он так, он, как вы знаете, вас дрессирует, вот такую женщину по отношению к нему. Он как дурак себя будет вести. А вы должны быть мудрые, целомудренные, вот понимаете. Гнать бы его в шею вообще и все. Что он еще хочет от вас? Давайте смотрим. Да, чтобы вы поменялись. Я не знаю, похудели, поправились, внешность изменили, я не знаю, в каблуках уже начали, наверное, ходить. В длинном платье, может быть, а не в брюках. Волосы, может, отпустили уже или пострили. То есть он хочет изменений. И еще, знаете, мне такое ощущение идет, что он делает все, это так, чтобы вы его бросили. Уже я не знаю, почему. Может быть, он вас провоцирует, чтобы вы ушли из дома, вы ушли из квартиры, вы ушли из бизнеса, чтобы ему осталось. Может быть, для этого такие провокации идут? Все-таки общий расклад. Я, к примеру, говорю, вы думайте на свой счет сами. Может быть, он так провоцирует, чтобы вы ушли. Вы покинули, ушли, плюнули на все, все ему оставили, понимаете, все нажитое, непосильным трудом. Все ему, чтобы оставили и ушли. Это как вариант. Или же, чтобы вы поменялись. Его, свое отношение к нему поменяли. Стали такой, как он хочет. Вот какой он хочет, чтобы вы такой и были. Вот, что он хочет. Это вообще здесь просто кошмар. Что за мужчина? Я не знаю. Вы меня простите, но это ужас. То, что я читаю, это ненормальное. Может быть, вы считаете, что это нормально, такой мужчина. Ну, и вы знаете, я на прием, сколько мужчин я просматриваю, сколько женщин я просматриваю, судьбы какие. Это же кошмар, а не мужчина. Вы как с ним живете? Вы как с ним отношения хотите строить дальше? Подумайте, девочки, подумайте. Не делайте ошибок. Так что, вот такие, вот такой расклад. И вот такие мужчины. Делайте выводы, и самое главное, будьте счастливы, мои красавицы. Будьте счастливы. Спасибо. До свидания.